привет мои дорогие друзья ну что ж очередная переборка здесь получается три с половиной тысячи гривен банкноты номиналом 10 гривен 3 пачечки и 5 гривен 1 пачечка все это банкноты из обращения будем искать что-нибудь редкое интересное и необычное ну а также как всегда посмотрим в процентном соотношении или в пропорции сколько получается банкнот из обращения на на данный момент из такого количества продолжаем смотреть дальше не переключаемся ну что ж вот что у меня получилось начну с пятерок значит 2015 год то последние пятерки которые можно встретить в обращение значит гонтарева 74 банкноты из 100 дальше 2000 что у нас 13 год 21 банкнота из 100 получилось и 2000 даже не вижу в этом 11 год 1 банкнота из 100 отложил я себе пятерок всего лишь 4 банкноты и все они 2015 года просто в очень шикарном состоянии как бы прессовые и 100 банкнот вот такой улов то есть в принципе ничего особенного но прессовые банкноты пришли бесплатно почему бы и нет больше отложить там нечего в принципе 11 год несмотря на то что одна банкнота но у нее состояние которое ну не интересно это не является какой-то редкой банкноты поэтому можно спокойно ничего из пятерок этих не откладывать значит всех остальных годов даже не встретил 2004 год и пятый год тоже не попадаются это уже большая редкость теперь что касается 10 гривен здесь ситуация чуть-чуть интересней значит это было 300 штук 300 банкнот это 3000 гривен и так поехали с одной пачки получается 90 штук гонтарева это 2015 год потом 2013 год две банкноты и 2011 год на удивление аж 9 банкнот дальше вторая пачка 2015 гонтарева 80 штук 2013 год 8 штук 2011 год 7 штук и тут попалась 2006 год в одну из пачек две штуки одна еще более не менее но вторая так себе но по крайней мере две банкноты шестого года уже интересное что-то попалось дальше следующая пачка гонтарева 90 штук 2013 год одна штучка и одиннадцатый год три штуки и отложил я себе значит вот плюс еще вот эти две 2006 года 13 банкнот значит что этот отложил это две 2006 год год потом пятнадцатый год в очень хорошем состоянии 13 год одна но здесь чуть-чуть загнутая часть но она в неплохом состоянии можно реанимировать и в принципе все то есть а ну вот еще 13 год тоже такая более не менее то есть я отложил себе две тринадцатого года ну и штук там не знаю пять шесть а вот тут интересный более не менее номер но это так для себя он не на продажу но интересный вроде бы номер получился в принципе такое так для себя можно отложить это десять гривен это не так уже дорого чтобы там переживать что ну если бы на пятисотке был такой номер где он там то я бы даже не парился а на десятке можно такой себе оставить вот что еще меня заинтересовало значит из этого всего здесь можно по крайней мере по гонтарёвой попробовать собрать не знаю стоит ли или нет это делать вот что вы скажете на этот счет по буквам собрать всю коллекцию то есть весь алфавит короче можно попробовать собрать который существует в каталоге потому что действительно гонтарёвой очень много то есть по факту практически 300 банкнот только гонтарёвой то есть вот тут 90 80 и 90 то есть грубо практически 300 банкнот и можно попробовать выбрать по буквам собрать все банкноты я посчитал значит их там где-то все скажу точно да их там где-то получается 30 банкнот должно быть то есть 30 разных букв все они за один период за 2015 год с подписью гонтарёва кстати что хотел сказать что 2006 год их там просто немерено и вот из того ну вот несмотря на то что там целая куча серий за 2006 год а из такой кучи из 300 банкнот всего лишь две попалась на жалко что мне не попалась конечно банкнота 2005 года это наиболее интересная банкнота 2005 года 10 гривен это уже что-то на грани джекпота потому что и действительно очень мало было выпущено и можно это определить только при наличии серии букв а чтобы для себя составлять понимание редкая банкнота или нет необходимо постоянно мониторить и самому себе всегда записывать серию то есть вот допустим вам попали в руки какие-то банкноты а у вас например нет каталога значит запишите вот каждые две буквы записали и вот так в течение там года например когда банкноты появляются в течение года постоянно записывать 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 все банкноты которые через вас проходят и как только появится там следующая допустим банкнота вы уже будете понимать что о этих банкнот реально будет мало и в идеальном состоянии таким образом стараться отложить вот например новые 20 гривен которые вышли за 2018 год их реально очень мало и есть очень большая перспектива что глава НБУ будет другой так как команда Зеленского победила и взяла абсолютное большинство они считают ну получается власть сейчас будут полностью под себя подминать со всех абсолютно должностей соответственно главу НБУ должны заменить и поэтому в следующем году у нас должны будут появляться банкноты уже с новой подписью таким образом необходимо обратить внимание на банкноту 20 гривен 2018 года ну сразу так вам закидываю удочку уже наперед потому что их выпущено пока по крайней мере в каталоге очень небольшое количество серий букв то есть эти двадцатки ну их будет реально мало плюс грядет на мой взгляд достаточно серьезная инфляция и есть большая перспектива того что даже 20 гривен превратится в мелочь то есть это будет что-то в уровне там 2 гривны 20 гривен вот такой примерно у нее будет номинал в ближайшие несколько лет это точно поэтому обращайте внимание сейчас на эти двадцатки старайтесь отложить по мере возможности хотя бы там по 3-4 банкноты каждой серии букв поверьте мне со временем это пригодится это будет хорошее вложение но если у вас конечно удастся найти 10 гривен за 2005 год еще и все серии букв собрать при этом вот это будет шикарная коллекция очень хорошее вложение на будущее это будет непрерывный рост в цене банкноты в отличие от монет они растут немножко быстрее в цене это мы заметили по крайней мере ну сейчас так тенденция располагает к тому что банкноты дорожают быстрее чем монеты вот такая вот странная ситуация хотя может быть это связано с тем что монеты уже отходят на второй план а банкноты выходят на первый план и сейчас банкноты становятся немножко в тренде поэтому обращайте внимание на бумажные деньги тоже на этом можно как минимум заработать но как максимум просто создать себе хорошую коллекцию так как эта история и банкноты за 2004 2005 год отличаются очень кардинально за 2006 год выпуска вот банкноты с 2006 года они немножко отличаются по оттенкам и по цветам на это тоже обращайте внимание в общем хочу сказать не забудьте подписаться и до новых встреч ожидайте видео заключительную часть обзора каталог банкнот и я вам очень настоятельно рекомендую найти этот каталог и приобрести для себя либо в коллекцию либо просто для ознакомления потому что каталог шедевральный просто всем удачи пока